Сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов, консолидированного бюджета, своевременности и полноты выплаты, заработной платы. Налоги на доход физических лиц и на прибыль формируют основную доходную базу республиканского и местного бюджетов. В нынешних экономических условиях важен каждый рубль. Это отчетливо понимают участники заседания. Если посмотреть, как у нас обстоят дела с поступлением этого налога, то за 11 месяцев текущего года темпы роста поступления составили более 106%. Поступило в бюджет, как в республиканский, так и в местный, более 9 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году поступления по данному виду налога за год составили 10,1 миллиарда. В этом году мы рассчитываем, что данное поступление существенно превысит уровень 2013 года. Тем не менее, отставание все же есть. Задолженности по налогам имеет ряд предприятий города Чебоксары. Непростая ситуация в Шамуршинском, Мариинско-Пасадском, Порецком, Красночитайском районах. А ведь нехватка средств в бюджете напрямую влияет на жизнедеятельность районов. Для муниципального и регионального бюджета это крупнейший налог. И сегодня не до поступления его. Это фактически ставит под вопрос и бюджетные назначения, и исполнения фактически наших расходных обязательств. Конечно, налоговые службы, пенсионный фонд проводят проверки предприятий, где, возможно, используются так называемые серые схемы выплат зарплаты. Кроме того, в ходе таких рейдов выявляются и работодатели, выплачивающие зарплату ниже среднетраслевого уровня. Благодаря системной работе в этом году поступление страховых взносов, пенни, штрафов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по республике составило 100%. Аналогичный показатель по России – 57%, в ПФО – 53%. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.